Ну что, в общем-то, можно идти по второму кругу. Вот Ирина, например, Лев, например. Я не могу вспомнить, что я не могу. Ну пусть будет твоя. Да? Не Маринина? Нет. Нет? Не решала. Не можно, не вернёмся. Так, ну что, мы немножко помогли, не знаю, и у Раду вернёмся. Выклад ваши пьяные. Стихи из серии «Здравствуй, Дедушка Мороз». Дед Мороз, ты где ходил, рукавицы рыжие? И когда же ты залил глаза свои бесстыжие? Здравствуй, Дедушка Мороз, дай-ка мне очёчки. Ты мне пенсию принёс, оплатил квиточки? Здравствуй, Дедушка Мороз, что с ногами? Варикоз? Здравствуй, Дедушка Мороз, валенки подшитые. Ты нам водочки принёс? А мы ведь все зашитые. Здравствуй, Дедушка Мороз, пеньюар из кружев. Не одет в такой мороз, с головой не дружен. Здравствуй, Дедушка Мороз, тут такое дело. Хорошо, мешок принёс, надо спрятать дело. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты снегурочку привёз? Из какой палаты? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода в помаде. Ты зарплату мне принёс или укрыл в подкладе? Наизусть твои стишки, знаю все, и песни. Люди тащат в дом мешки, а им хоть тресни. Все Морозы как деды, ты один как этот. На, садись, поешь еды. Вот пюре с котлетой. Дед Мороз, ты где уснул? А тебя так ждали. Вот ребёнок, вот он стул. Если что, мы в зале. Слушайте, ну раз пошла такая пьянка. Одно из лучших стихотворений, которые я услышала в этом году, это Дмитрий Быков, «Когда бороться с собой устал». Некоторые знают, некоторые слышали. Хочу прочитать стихотворение, чтобы, ну вот раз уж в финале в этот год, чтобы самое лучшее здесь прозвучало. Когда бороться с собой устал, покинутый Гумилёв, поехал в Африку он и стал охотиться там на львов. За гордость женщины, чей каблук топтал берега Невы, За холод встреч и позор разлук расплачиваются львы. Воображаю, саванна, зной, песок скрипит на зубах. Поэт, оставленный женой, прицеливается. Бабах! Резкий толчок, мгновенная боль. Пули не пожалев, он ищет крайнего. Эту роль играет случайный лев. Любовь не девается никуда, а только меняет знак, Деляясь суммой гнева, стыда и мыслей, что ты слезняк. Любовь, которой не повезло, ставит мир на попа, Развоплощаясь в слепое зло, так как любовь слепа. Я полагаю, что нас любя, как пасечник любит пчел, Бог, недостаточный для себя, нашу взаимность щел. Отсюда войны, битье под дых, склока резня и дым. Беда лишь в том, что любит одних, а палит-то по другим. А мне что делать, любовь моя? Ты была такова, но вблизи моего жилья нет и чучела льва. А поскольку забыть свой стыд я еще не готов, Я, Господь, меня да простит, буду стрелять в котов. Любовь моя, пожалей котов. Виновны ли в том коты, что мне, последнему из шутов, необходима ты? И чтобы миру не нанести слишком большой урон, Я, Создатель, меня прости, буду стрелять в ворон. Любовь моя, пожалей ворон, ведь эта птица умна. А что я оплеван со всех сторон, так это не их вина. То, как злоба моя сильна, и я, как на зло здоров, Я, да простит мне моя страна, буду стрелять в воров. Любовь моя, пожалей воров, им часто нечего есть. И ночь темна, и закон суров, и крыши пока-то жесть. Сжалься над миром, с которым я буду квитаться, За липкую муть твоего вранья и за твои глаза. Любовь моя, пожалей котов, сидящих у батарей. Любовь моя, пожалей скотов, воров, детей и зверей, Меня, рыдающего в тоске над их и нашей судьбой. И мир, висящий на волоске, связующий нас с тобой. Спасибо вам, и Эйбель, которая подарила это прочтение и этот стих, Мариня, всем нам. Спасибо. Кто еще? Это нельзя. Можно играть, можно читать. Лучшие. Можно играть, можно играть.